здравствуйте всем кто присоединяется я жду ваших ручек огоньков чтобы понимать что вы меня видите и слышите что все хорошо со звуком и со связью всем здравствуйте кто присоединяется все хорошо да спасибо лена все видно слышно отлично ну и так сегодня я хочу чтобы мы с вами так продуктивно достаточно поработали то есть в процессе буду все равно отвечать на ваши вопросы ну и в конце естественно мы оставим время а для начала я хотела бы поговорить с вами о том чего вы может быть знаете или не знаете и пожалуйста давайте ну как-то это активнее тоже быть в комментариях чтобы я понимала вообще это та тема вообще туда мы идем или нет то есть мы сегодня с вами решили разобрать микробиом и по сути каждый из вас знает что у нас в кишечнике живут бактерии да ну вот первое открытие для меня например когда я только начала изучать все это внутри циологии даже оказывается эти бактерии живут не только в кишечнике они живут по всему нашему телу и на ту stories где я написала что надо выкинуть мыло и гели для душа да мне прилетело как что такое и когда на курсе тоже нутрициология мы разбираем эту тему то очень так ну удивительно как это ну вот сегодня об этом поговорим и так микробиом это микроорганизмы которые живут во всем нашем организме на слизистых во рту в глазах в ушах на коже на всех внутренних органах ну естественно в кишечнике и на сегодняшний день это самый мало изученный орган причем кишечник это один орган а микробиом это другой орган это разделяют как два вот органа изучают конечно сейчас последнее особенно время очень много посвящают этому потому что оказывается мы про него настолько мало знали но даже хотя бы вот эта эра антибиотиков она конечно очень сильно нам такая подмогла состоянии нашего нездоровья вот то есть микробиом это 2-3 килограмма микроорганизмов и среди них есть я давайте сегодня так на пальцах простым языком да чтобы не грузить то есть и среди вот этих микроорганизмов 2-3 килограмма есть дружественная нам микробиота грубо говоря ее там 10 процентов да есть патогенная микробиота которая у нас быть ну в принципе не должно особенно быть больших количествах ее тоже 10 процентов а 80 процентов это условно патогенная флора которая не хорошая неплохая она нужна нашему организму в очень небольших количествах и она очень много функций выполняет таких жизневажных для нас да но когда она под контролем дружественные микробиоты она вполне себе добрый добропорядочный гражданин ведет себя соответствующим образом и все хорошо у нас в организме но как только патогенная флора начинает расти а дружественная начинает снижаться вот в это время вот эти условно патогенные которые были нам нужны и важны и ну как бы мы без них жить тоже не можем они автоматически становятся тоже вредные для нас то есть они превышают то количество которое нужно именно поэтому у нас возникают кандидозы у нас возникают цистит и все вот это из кишечника то есть на сегодняшний момент раньше думали что мозг наш это вот главный орган да а кишечник это наш второй мозг сегодня уже доказано что наш первый единственный мозг это кишечник потому что оттуда из кишечника от того какой у вас баланс микроорганизмов ваши пищевые пристрастия например когда вас тянет на сладенькое аж вот до трясучки да это ваши вот эти патогенные организмы просят потому что они кушают сахара они им питаются они строят домики они рожают деток у них там все хорошо да а наша дружественная микробиота наоборот она не любит сахар она не может его переработать но это понятно что верхние отделы желудочно-кишечного тракта тоже в этом задействованы отсюда например наши там циститы отсюда все наши абсолютно кожные проявления псориазы экземы дерматиты ну и так далее и так далее то есть очень много всего естественно опосредованно микробиом в нашем кишечнике влияет на все остальные органы и системы естественно что это и когнитивные наши способности то есть память концентрация внимание да естественно что это наши ну там кожные все эти проявления аллергии тоже песни оттуда оттуда наши и гинекология может быть оттуда потому что она опосредованно связано с микробиомом но помимо микробиома у нас в кишечнике есть еще функциональные какие-то свойства кишечника например там перистальтика ну вот какие мы знаем да например там воспаление кишечной стенки это страшно потому что это аутоиммунные заболевания это тоже уже доказано когда клеточки кишечника они должны быть плотненько между собой и через вот то есть могут проникать какие-то там мелкие крупицы и вещества которые нужны нашему организму но если кишечник воспаляется опять же если микробиом порушен они расходятся между собой и сюда уже крупные в кровь проникают крупные частицы которых в крови быть не должно иммунитет естественно сразу на страже он там их ловит и вот в принципе возникает аутоиммунная реакция то есть организм как бы уничтожать начинает сам себя потому что ну не предусмотрено это природой я сегодня буду отвлекаться но потом на ваши вопросы когда буду отвечать мы все в кучку соберем так вот все вот эти наши проявления которые мы лечим локально мы лечим их вот ну прикладывая к больному месту что называется да и обращая на него внимание узких специалистов которые никогда не заглянут в наш кишечник что творится с нашим микробиомом наш микробиом очень сильно реагирует на стресс на движение на режим нашей жизни и естественно на качество нашего питания то есть дружественная микрофлора она не может переварить такое количество рафинированных веществ сахара например глютен содержащих да она не может переварить такое количество токсинов которые попадают потому что природа нас задумала с функцией детоксикации и и тоже кстати выполняет частично микробиом она нас задумала что у нас будут эндотоксины то есть те вещества которые наши отработанные гормоны например да ну то есть вот клетки нашего организма которые уже не нужны нам их надо утилизировать но природа не предусмотрела что у нас будут еще и вот есть экзотоксины эндотоксины то есть что будут токсины извне что будет будут такие вещества как сеноэстрогены как выхлопные газы да как бисфинолы всякие бисфинола а например в пластиковой посуде и т.д. она этого не предусмотрела. А мы это на ежедневной основе, у нас этого много везде, вокруг нас. И понятно, что наша дружественная микробиота не сладко ей приходится. И плюсом ко всему этому еще эра антибиотиков. Потому что, например, когда были изобретены антибиотики 50-60 лет назад, то мировое сообщество праздновали, пили шампанское, хлопали друг другу по плечам и говорили «Все, мы победили мир бактерий и вирусов, и теперь человек там царь зверей». Но на самом деле, как оказалось спустя аж 50 лет, что сейчас мировое сообщество хватается за голову и думает «блин, что мы натворили?». Потому что, оказывается, бактерии, которые живут, вот этот микробиом наш, которые живут у нас, они на миллионы и миллионы лет старше нас, и они гораздо более приспособлены к выживанию. То, что у нас в кишечнике есть, например, аэробные и анаэробные бактерии, то есть те, которые могут жить без воздуха. Представьте, они появились тогда, когда, в принципе, человек бы жить не смог. Естественно, они колонизировались, они как-то там приспосабливались к этому. И поэтому вся патогенная флора у нас в кишечнике, она живет в таких так называемых биопленках. То есть они тянут на строительство этих биопленок, под которые ни иммунитет не может проникнуть, ни антибиотики, никто. Они тянут на строительство биопленок сахара, они тянут наши витамины и минералы, нам их не хватает, у нас там сыпятся волосы и так далее. То есть когда они разрастаются, организм, например, начинает там прятать железо, чтобы им не дать. И вот в тот момент, когда у вас, например, патогенная флора разрослась и у вас гемоглобин, естественно, упал, потому что для того, чтобы усвоилось железо, ему нужно много-много-много кофакторов, естественно, он у вас упал, да, или там ферритин упал, анемия. И вы вот такое состояние и нестояние, и вас подкармливают железом. Вы вроде как едите железо, а вам все хуже и хуже. То есть пока вы его едите, он что-то там еще приподнялся. Как только перестали, он упал, а железо падать не должно. Не должно. И поэтому, почему так происходит? Потому что его съедает как раз вот эта вот патогенная, условно-патогенная флора, они прекрасно там себе новых домов настроили, да, деток нарожали, а вам все хуже. И поэтому для того, чтобы кишечник функционировал правильно, у нас есть верхние отделы желудочно-кишечного тракта, которые, в принципе, и нацелены на то, чтобы поддерживать вот этот правильный баланс микроорганизмов. И поэтому, когда у нас, например, еда, мало того, что она там никакая и с консервантами, и много сахаров, и молочка уже не та, которую там наши прадеды ели, да, и хлеб уже не тот глютен, ни однозерновка вот эта вот, которую наши даже бабушки ели, в общем-то, да. То есть не было столько стрессов, не было вот, ну, 50 лет назад половины вещей, больше половины, которыми мы пользуемся, просто не существовало. То есть очень быстро мир меняется. Естественно, наш микробиом тоже вместе с этим меняется. И вот плюс еще мы антибиотиками там все это поддолбили. Почему? Потому что антибиотик, он не проходит под биопленку. Но бактерии настолько умные, что периферийные вот это вот бактерии, они получают сигнал и гибнут, что зашел антибиотик. Они передают в центр команду, что опасность, и центр говорит затихнуть. И поэтому, когда вы пьете антибиотики, например, при молочнице, у вас раз, и вам полегчало. Или прицестите, например, да, ну, раз уж я прицепилась сейчас к молочнице и заститу, я не буду уже кожные там проблемы всякие брать, да. Вот. Ну, не важно даже на какую проблему. И у вас вроде как раз лучше, но дружественная флора не живет в биопленках, она просто насмерть там вся погибла. И поэтому, как только антибиотики вышли из организма, и все, уже нет никакой опасности, все это начинает опять разрастаться, потому что дружественной нет. Потому что дружественная – это вот полиция нашего организма, грубо говоря. Это они там наводят порядок, и они там все держат под контролем. И поэтому, мало того, вот эта вот периферийная бактерицидная флора, она резистентность получила, и центр ее считал. И в следующий раз на этот антибиотик они его уже знают, когда он заходит, они вообще не среагируют. И таким образом появляются люди, которые мультирезистентны вообще ко всем фактически антибиотикам. И когда мы лечим, например, там любой чих, начиная с детского возраста антибиотиками, но это прямо чревато. Это чревато аллергиями, это чревато кожными заболеваниями, но это огромный список болезней. И это чревато аутоиммунными заболеваниями, потому что проницаемость, например, кишечника – это аутоиммунные заболевания, а их сейчас 140. Список постоянно пополняется. Вот недавно, например, эндометриоз вынесли в список аутоиммунных заболеваний. Ну и там их очень много прямо. И подагра, и там, ну то есть я даже не буду перечислять. Если хотите, просто погуглите, посмотрите, вот что значит наш микробиом. Мы к нему относимся, а так, что-то там живет во мне и так далее. А на самом деле, знаете, сейчас ученые даже думают, что это не мы для них, вернее не они для нас, а мы для них. Они сделали как домик такой, да, и живут в нем прекрасно. Вот. Поэтому микробиом у нас есть, например, на коже. Когда мы пользуемся мылом, особенно когда у вас есть уже какие-то поражения кожи, какие-то заболевания кожи, какие-то неприятности, некомфортности, да, сухая там кожа, шелушащаяся, чувствительная кожа, это как раз уже говорит о том, что с микробиомом прямо беда-беда. И вы каждый раз смываете вот эту свою защитную мантию мылом. Потому что, ну мыло – это щелочь, в общем-то, да. И понятно, что маркетинговым, ну всем этим компаниям, которые производят там мыло и гели, они вам расскажут, что антибактерицидное мыло, надо обязательно пользоваться. Но, увы и ах, чем человек больше им пользуется, тем, ну наверняка, вот напишите мне, пожалуйста, у кого есть вот эти кожные проявления, вы боитесь воды прямо, даже воды, даже воды, не говоря уже про мыло. То есть вы воду прямо вот, прямо в перчатках или лишний раз не мочить руки, если есть вот какие-то там, ну, по часухе, да, на руках там. Вот, маякните мне, пожалуйста, на самом деле это так. Вот, то есть люди даже воды боятся, не говоря уже про мыло. И понятно, что у нас не успевает эта мантия восстановиться, и вот наш микробиом, собственно, конечно же, страдает. О чем еще я хотела поговорить? Я хотела поговорить о том, что, ну, антибиотики понятны, это прямо зло-зло. Например, оральные контрацептивы – это зло-зло. И, в принципе, вся фармакология зло-зло, почему? Есть, да, есть. А как же наши мылое геляты мвей? Ну, это я, это не тема сегодняшнего эфира. Вот, то есть, вот смотрите, есть, конечно, средства, которые более мягкие и более щадящие, но тем не менее, человек, например, у которого уже разрушен микробиом, он будет чувствителен и к ним тоже. Понятно, что, ну, если вы, смотрите, ну, вот мы мылом пользуемся зачем? Нам природа вообще, в принципе, дала воду, и вода – отличный растворитель, отлично все убирает и смывает, потому что если у вас, например, если вы там в шахте работали или вы там уголь всю ночь разгружали, то, конечно, вам надо помыться мылом, вам надо прямо, ну, потереться там, если вы в мазуте там где-то, да, работа такая, тогда да. А если вы не делаете этого, если вы просто вот вспотели, у нас вот, например, на курсе девочки, они говорят, слушайте, ну, мы начинаем там ваять организм заново, да, и они говорят, пот стал, вонючий, невозможно вообще, да, это потому что токсины выходят, потому что у нас лимфа запустилась, потому что все функции детокса вдруг заработали, которые не работали, и у вас, ну, представьте, у вас в доме отключили канализацию просто вот, или мусоропровод просто, и вы вот зарастаете вот этим всем, организм должен принять и вывести, да, а он не может, и вот начинается вот это вот такое, вонючий пот стал, что такое, а потом раз, через два-три дня это все проходит, и они говорят, все, мне дезодорант больше не нужен, и мыло не нужно, то есть достаточно сполоснуться водой, я, например, уже, наверное, года два с половиной не пользуюсь мылом, вот, и ничего, не заросла пока грязью, не умерла, вот, то есть, так, пока такого нет, хорошо, было такое, вода щипала кожу, да, 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 так, есть, спасибо вам за ваши ответы, то есть, и вот смотрите, и напишите мне, пожалуйста, еще кто, есть такие у нас здесь, которые ни разу в жизни не пили антибиотики, просто ни разу в жизни, напишите просто я, 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 и мы вам дружно поаплодируем, я даже могу стоя поаплодировать, потому что, ну, это прямо такая, ну, совсем не пользуетесь мы, совсем не пользуюсь, ну, я в смысле, как я не пользуюсь, у меня стоит там жидкая мыло-баночка, да, на этом, и крайне редко, когда вот я там что-то, ну, вот в чем-то, да, я раз там, ну, буквально вот на кончике там и так далее, а душ я принимаю вообще, вот нет, нет, просто убрала и все, вот, и самое интересное, что у меня тоже был, был такой момент, когда вот эти фазы детоксикации запустились, но я просто лишний раз приму душ, а сейчас мне тоже, мне не нужен дезодорант, например, мне даже, потому что, когда человек потеет, это тоже к микробиому к нашему относится и к функциям детоксикации, когда человек потеет, он не должен вонять, как дохлая лошадь, ну, не должен, он должен потеть, и это должно высыхать без всяких вот разводов, знаете, когда у нас там соли выделяются и все это, вот это признак здорового организма, например, если человек не потеет, вот он занимается спортом, он в баню пришел, он не потеет, это тоже признак нездоровья, лимфатическая система не работает, ну, всего, скорее всего, гипотериоза, скорее всего, это сниженная функция щитовидной железы, человек не потеет, у него есть еще много разных проявлений других, и на это срочно надо обратить внимание, срочно, потому что это одна из функций, благодаря которой организм выносит мусор, потому что если мусор выноситься не будет, ну, вы представьте, что будет с организмом, вот, так, давайте я буду все-таки по ходу отвлекаться на ваши вопросы, даже руки после улицы не моете, водой мою, водой мою, то есть, смотрите, вот, и спасибо вам за ваш вопрос, почему? Потому что мы привыкли надеяться на мыло, особенно бактерицидное, а на самом деле, если у вас все хорошо с микробиомом, он удаляет гораздо, у него возможностей, вот, бактерицидных, да, просто гораздо больше, вот, антиинфекционных таких, чем у любого мыла и у любого антибиотика, потому что если микробиом хороший, то он даже искусственно введенную инфекцию не берет, то есть, если микробиом хороший, у вас не приживается, ну, вот, искусственно вводили инфекцию, микробиом раз, разобрался, все, это же наш иммунитет, и он должен работать, а он у нас такой подполоманный, и мы иммунитет уже в дальний угол задвинули и мыло придвинули к себе, и надеемся на то, что он нет, мне не надо, у меня нормально все с микробиомом, на меня не цепляются там всякие цыпки, потом, смотрите, по поводу там, а вдруг там паразиты там, знаете, там, ну, вирусы, бактерии, ну, природа же, она не дура, она нам дала несколько степеней защиты, первая степень защиты, это, ну, есть еще такая предзащита, но давайте по самым таким, это, например, наш желудок, в нем соляная кислота, если, например, вы даже съели что-то такое, соляная кислота все обработает, уже там микробы, вирусы и там всякая инфекция, уже там погибнет, но даже если она прошла соляную кислоту, более или менее там, да, тогда она подвергается обработке желчью, желчь очень токсична для нее, и она, да, очень хороший антисанитайнер кишечника, но у нас желчи должно, в идеале, выделяется практически 2 литра, у нас хорошо, если выделяется стакан, а у некоторых уже вместо желчи замазка, которая просто не течет, а у некоторых уже камни, а у некоторых просто вообще нет желчного пузыря, и поэтому понятно, что у нас там проникает все, и плюс в кишечнике с микробиомом у нас тоже все совсем уже плохо, и вот как раз в это время мы вот это все, ну, и получаем, да, и представьте, а следом мы антибиотики туда загнали, и вообще все скосили насмерть просто там. Теперь вот смотрите, мы, например, с вами, ну, завели там кого-то себе вследствие того, что желудокислотности нет, желчный не работает, да, микробиом умер, или там при смерти уже, да, и вот в силу этого мы там кого-то завели, и мы начали это травить. Во-первых, когда мы это травим, на любое лекарство, оно работает только на взрослые особи, вообще не работает на их яйца, и фактически вы, когда взрослые особи дальше потравили, представьте, поле боя, тысячи солдат, все убитые, как это все выносить, и у вас в организме еще, ну, если микробиом по ломам, то однозначно очаги воспаления вспыхивают, потому что именно микробиом ответственен за то, чтобы где-то чуть пожар, они приехали потушили, а у вас там вспыхивает, там, 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 организм занят уже тем, чтобы, блин, переработать бы этот глютен с молочкой как-нибудь, да, ну, то есть у вас там, ну, много сахара, там, инсулин задействован, это уже такая большая песня. И вот представьте, вот это пожарище потушил организм, ну, то есть убил там, кого вы травили, и вот это все надо теперь вынести, теперь это надо вывести, а у вас фаза детоксикации не работает. Почему не работает? Ну, опять же, в силу того, что детоксикация – это кожа, это кишечник, это печень, да, это пот наш, ну, то есть это моча. И вот мы начинаем лечить конкретно какой-то орган. Кожа заболела, мы начинаем мазать какие-то мази, да, то есть, ну, вот понимаете, о чем я говорю. Чуть воспаление в кишечнике, цистит, например, антибиотики опять. А если, например, у нас все нормально, ну, кишечник просто не пропустит никакую инфекцию, даже искусственно введенную. Это проверяли, это уже, ну, исследованиями подтверждено, в общем-то. Вот, поэтому, так, давайте на ваши вопросы. А когда с лица течет, как с ручья, что это значит, скажите, пожалуйста. Вот смотрите, когда в организме есть пожар, например, какой-то, да, и организм не очень там может справиться с этим воспалением, да, он заливает все водой, у вас начинаются отеки. Ну, то есть, он просто, и думает, блин, потом полегче станет, разберусь. И вот в момент, когда у вас, например, ну, там, лимфатическая система, у нее нет отдельного насосика, моторчика, как у кровеносной, например, у кровеносной есть сердце, и оно там качает его, нормально так качает. Вот. А у лимфатической нет. Лимфатическая только за счет вот действия мышц. Ну, то есть, мышцы сжались, а лимфа течет еще снизу вверх. И поэтому за счет этого, может быть, у вас нарушена просто вот лимфатическая система, где-то пережата, где-то спазмирована, и поэтому лицо начинает потеть. Обратите внимание на остальные части тела, как они себя ведут. Потому что, вот, например, если желчный не работает, не должным образом работает, не так, как должен, то у вас кожа будет сухая на теле, а на голове жирная, например, жирница будет, и вы будете там намывать ее там шампунями и так далее. А кожа для того, чтобы, ну, как бы защититься, она будет еще больше выкидывать. Это тоже процесс не кожи головы и не кожи, ну, тела там или лица, да. Это как раз вопрос к органам внутренним, к ЖКТ. Вот, а голову с шампунем мыть, и как часто? Ну, мыть, конечно, мыть, но как часто? В основном, ну, там, где у нас есть, например, потовые железы, это лицо, например, да, такой же головы, ну, это, может быть, руки там, можно там иногда помыть. Вот, но, понимаете, у нас везде, недавно мне задали вопрос, а как же, как там быть с кислотностью? Вот там сейчас защелачивают организм, говорят, что он закислен, но, ребяточки, давайте так, у нас в организме везде разная кислотность, где-то больше, где-то меньше, и организм, это вот гомеостаз называется, он поддерживает это все, и поэтому, ну, вот я сейчас смотрю, например, как мамы девочек маленьких, ну, они моют мылом прямо аж чуть ли не туда залази, не надо так делать, воды вообще просто достаточно, даже взрослым женщинам воды достаточно, не надо туда лазить с мылом, то есть, если наружные органы вам надо обмыть там, ну, слегка обмойте, не надо внутриваясь, и то, не надо даже слегка и даже иногда, просто воды достаточно, даже после, ну, когда мы не по-маленькому сходили. Бывает такое, что да, капля мыла и там, ну, проблемы решаемы, да, но в основном нам природа дала для этого воду, и поэтому, когда мы вот это вот лазим туда, это, ну, прямо нехорошо, и поэтому точно так же, как с кислотностью в организме, не надо пить соду, потому что мы, ну, это я уже отвлеклась от микробиома, у нас изжога, мы пьем соду, а у нас изжога из-за пониженной кислотности, мы усугубляем только этим. Кислотности нет, белок не расщепляется у нас на аминокислоты, белок не расщепляется, в кишечнике продукты гниения образуются. Продукты гниения образуются, будет воспаление и нагрузка на все фазы детоксикации, улетит, помашет ручкой печень, схлопнется кишечник, ну, то есть, понимаете, да, все взаимосвязано в организме, и поэтому здесь какой-то конкретный орган лечить не надо, отвлеклась, что-то и хозяйственное мыло, это плохо или хорошо. Так, поэтому голову с шампунем моем, потому что нам же нужны шелковистые волосы, но не переусердствуйте просто. Если у вас с желчным все хорошо, если у вас дефицитов нет, у вас будет это все снабжаться нормально, да, потому что волосы и наша вот красота вот эта, она нашему организму до лампочки вообще, да, в принципе, ты можешь быть лысый, но зато жить здоровый, да, ну, то есть, более-менее, то есть, и когда у нас нехватка там каких-то элементов из микробиома тоже, потому что они синтезируют огромное количество веществ, нужных для нашего организма, ну, когда дружественная флора, и когда у вас нехватка, организм первым выключает те функции, которые не жизненно важны, снабжение волос, снабжение кожи, то есть, кожа у нас по остаточному принципу, она снабжается вот этими полезными веществами по остаточному принципу, и она как выводящая система тоже по остаточному принципу, то есть, если у вас уже на коже есть проявления какие-то, значит, уже кишечник, почки и печень просто не справляются, и значит, уже кожа приняла на себя нагрузку. Хозяйственное мыло, ну, как вы думаете, ну, это хорошо или плохо? Это щелочь, поэтому нас сейчас так, ну, прямо ввели в заблуждение, что хозяйственное мыло – это прямо чуть ли не уникальный экологически чистый товар, ну, почище, конечно, чем когда ароматизаторы, там, ксенобиотики и так далее, да, но тем не менее это щелочь, мыться мылом не надо, даже хозяйственным. Всем доброго времени суток, здравствуйте, Марина, здравствуйте. А какие анализы надо сдать, чтобы знать, какие вот витаминов не хватает? Ну, вот смотрите, я предпочитаю не на анализы ориентироваться, потому что, ну, как вы узнаете, этих анализов просто немерено вообще, у вас денег не хватит, чтобы сдать на все. Можно, конечно, сдать разом спектральный анализ волос, например, да, он показывает, он показывает минералы, не витамины. Вот, на витамины, на жирорастворимые, например, имеет смысл сдавать, на водорастворимые не имеет смысла сдавать. Жирорастворимые – это у нас витамина, это у нас витамин Д, витамин К, витамин Е. Вот, на них имеет смысл, ну, посмотреть, но имейте в виду, что симптоматика здесь будет важнее, потому что если у вас, например, есть кератоз, ну, такие прыщички, вот особенно на предплечьях, там, на попе, шершавая кожа скорее всего не хватает витамина c витамина а и когда вы сдаете анализ он может запаздывать то есть он запаздывает иногда там на два на три на полгода запаздывает то есть вы например уже разваливаетесь уже у вас уже вся симптоматика вы тут чешетесь там вам где-то некомфортно вот анализы в порядке вы приходите к врачу он говорит все в порядке плюс еще надо иметь ввиду что у нас например медицина стандартов они не лечат но как бы состояние то есть например вот инсулинорезистентность это состояние а и в мкб-10 ну вот этот вот перечень классификации болезней он не входит и поэтому это состояние у вас лечить скорее всего не будут вам скажут идите уже вот будет диабет придете будем лечить вот но тем не менее инсулинорезистентность это то состояние как когда еще можно откорректировать это еще там шаг до диабета но можно еще откатиться назад точка невозврата еще не пройдено вот поэтому ну если вы обращаетесь например просто в больницу и там по поводу какого-то состояния сдаете анализы вам говорят у вас все нормально ну то есть имейте ввиду что на симптомы ориентироваться лучше и поэтому у нас вот например девочки на курсе они по состояниям по симптомам которые я пишу они сразу определяют каких витаминов не хватает я даю там все состояния плюс я даю например на курсе диагностику домашнюю очень много таких вариантов как можно проверить себя на тот или иной витамин там населенно йод ну и так далее то есть какие подтверждаются плюс там пищевые непереносимости очень много поэтому каких какие анализы сдать если ну как минимум витамин d надо сдать всем как минимум просто мониторить витамин d надо постоянно да хорошо бы знать уровень витамина а хорошо бы знать уровень железа но это прям тот минимум который прямо надо знать потому что если у вас например анемия то вам не только железо нужно зачастую вам не нужно железо потому что у меня например анемия после всех моих вот этих вот лечений у врачей, невозможно остановить кровотечение было после многих-многих там операций. То есть не могли привести ферритин вновь. Да на него, собственно, никто и внимания не обращал. Мне просто было плохо, у меня сыпались волосы. Ну, как бы я вот никакая была. То есть и потом, когда уже я сама обратила на это внимание, начала там разбираться, мне сказали, ну вот и выписали там какие-то железосодержащие препарат. А потом я прочитала, что его пить себе дороже, потому что я покормлю патогенную флору и ничего из этого не будет. Я начала вот восстанавливать организм. У меня сейчас ферритин около 40, я вообще не пила препарата железа. То есть я ну убрала вот то, куда он расходуется. Почему? Причину, то есть убрала. И следствие оно подтянуло само. Вот, ночью потеет голова. Но обратите внимание на уровень витамина Д. Вот это прямо такой сигнальчик вам, да, на Б-шечку обратите. То есть витамин В. Потому что наша печень, фаза детоксикации на витамине В полностью сидит, наш кишечник на витамине В сидит. Там некоторые витаминки синтезирует он сам, но очень мало. И в условиях нынешней экологии и рациона питания это прямо ни о чем. А витамин В это водорастворимый витамин. Если, например, жирорастворимые витамины мы можем накопить в мембране клетки или в ядре клетки, то и какое-то время им организм будет пользоваться, то есть их курсами надо пропивать жирорастворимые, то водорастворимые не накапливаются. Их надо постоянно получать из продуктов питания. Если учесть, какого качества у нас сейчас продукты питания, а плюс экология, наш стресс, режим жизни, это все увеличивает количество витаминов, которые организм расходуют на те или иные процессы. Ну и понятно, что они должны тогда поступать просто, если не будет поступать. Знаете, вот как сейчас говорят, например, что есть группа риска людей, которые, например, курят или на вредном производстве работают, или контрацептивы пьют, и вот они группа риска по раку легких, по раку молочной железы и так далее. А есть мы одна с вами, большая группа риска, это по дефицитам. И дефициты это не сиюминутная какая-то разовая, ну какая-то акция. Это вообще история всей жизни. То есть нам дефициты с вами закрывать всю жизнь, потому что каждый день у нас куча биохимических процессов происходит, просто миллионы биохимических процессов, и на них всегда нужны витамины. И предполагается, ну в организме так у нас сконструировала природа, что мы их получаем, тратим, опять получаем, тратим, получаем, тратим. Но вот на этой чаше весов, где мы тратим, появились ксенобиотики, фитоэстрогены, консерванты, пестициды, экология, ну и так далее, ее прям давит, да. А там, где мы получаем, все меньше и меньше остается в растениях, в почве минералов, ну и так далее. И получается, что вот эта чаша весов, она как раз перетягивает, поэтому тут надо, конечно, за этим следить. Так, вот у меня так было с кожей головы, очень сильно жернилась, каждый день голову приходилось, но сейчас этого нет. Ну здорово, хорошо, Таня. Значит, потому что желчный у нас, он встает вообще на раз, например, ну на стресс просто, раз остановился и все. На недосып встает, на отсутствие жиров, например, в рационе, если у вас углеводистое питание преобладает. Если вы что-то поменяли из этого всего, да, и у вас опять он запустился, ну значит еще хорошо, точка невозврата не пройдена была и все нормально. Что предпринять, чтобы не бежал пот с лица? Да. Ларисочка, так я ж не знаю, это же ваш организм, вы должны посмотреть, почему. Это может быть проблема лимфатической системы, это может быть проблема детоксикации просто, да, ну то есть с детоксикацией ваш организм не справляется. По какой причине? Это может быть там, ну гипертириозное состояние, это все что угодно может быть. То есть вот вам надо просто разобраться, что сделать, не конкретно с лицом надо делать, с организмом надо что-то делать, чтобы пот с лица не бежал. Надо посмотреть там, как у нас давление, например. Вот у нас на курсе была девочка, у которой мама страдала давлением. И там и скорую вызывали, и на таблетках она уже там сколько-то лет пила, и вот ее дочка с курса пришла и говорит, так мама, все. И она просто поменяла ей питание, она определила, вот на курсе мы это проходим, какие дефициты, восстановила, она говорит, даже не все. И все, и у мамы раз, 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 и давление, ну очень много отзывов, почитайте. У нас участница курса, например, пишет, она говорит, я перестала пить аритмическую таблетку. Это тоже связано с вот, ну потоотделением таким неправильным каким-то. Отеки тоже самое, туда же, потому что кто-то потеет, кто-то отекает, да. А в принципе, ну причина зачастую бывает одна, просто у кого-то это вот в эту сторону сдвигается, у кого-то в эту. У нас у всех ресурсы в организме разные. И вот для того, чтобы, ну пока мы эти ресурсы можем расходовать, знаете, как говорят, до 30 лет организм нам простит все. Недосыпы, стрессы, плохое питание, все простит, ночные дискотеки, там зажоры. Вот. А после 30 уже он говорит, так, милый мой, должок, а вот после 40 уже вот начинает сыпаться. То есть, ну и у всех этот ресурс разный. У кого-то ресурс на 2 года рассчитан, у кого-то на 15, у кого-то на 2 месяца, и все, и привет. И посыпался. Так. Глюкоза 6,2, 6,4. Подскажите, пожалуйста, что это преддиабет. Нельзя смотреть глюкозу в... ну как бы ее надо с инсулином смотреть. Мало того, вы должны инсулин сдавать натощак. Желательно лаборанта на дом вызвать. Если у вас такой опции нет, чтобы вот вы встали и не вставая с постели, не шевеляясь, никаких движений, не делая в вертикальное положение, не стоя, у вас берут и инсулин, и глюкозу одномоментно. Ну, там может быть еще несколько анализов. Я недавно вот в сторис писала. Вот. Если такой опции нет, то вы размеренным шагом, спокойным, с утра на голодный желудок приходите, причем не ели вы с вечера со вчерашнего, ну минимум должно быть там 10-12 часов пройти, чтобы достоверный анализ получить. Вы не психовали, вы не занимались сексом накануне, то есть у вас все было ровно и спокойно накануне. Вы не пили никаких БАДов, препаратов и так далее. И вот вы спокойно приходите в лабораторию, садитесь и там, не знаю, медитируете, вспоминаете что-то, ну что-то делаете вообще. Вы должны просто посидеть полчаса, успокоиться и после этого только сдать кровь. Инсулин и глюкоза вместе, потому что их порознь не смотрят, они не информативны просто порознь. И вот вы смотрите, например, сколько у вас инсулин, сколько глюкоза, плюс надо сдать, например, глюкозотолерантный тест с нагрузкой, чтобы понять, как она у вас утилизируется, то есть как вот эти скачки, потому что она должна падать, что там с инсулином происходит. Поэтому нет, это нельзя сказать, что это преддиабет. Плюс еще имейте ввиду, что референсные нормы в лаборатории, это всегда такая средняя по больнице. У нас референсные нормы, кто-то может на нижней границе существовать, ну нормально, вполне комфортно, и это правильно, нижняя граница референса у среднестатистического человека. А у кого-то она будет всегда вот такая, и он будет прекрасно себе жить, ну ближе к верхней. Поэтому идеально, вот особенно женщинам, например, это гормональный фон свой, знаете, как проверять? Не референсами в анализах, которые там врачи устанавливают, они их двигают постоянно туда-сюда, а в том состоянии, когда у вас все просто великолепно, в молодом возрасте, великолепное самочувствие, все хорошо вообще, вы идете и сдаете весь гормональный профиль, вот это ваш ориентир. Потому что он у нас так же, как микробиом, он уникальный. А вот когда вы заболели, вы приходите, и вам не на что ориентироваться, у вас вот этого вот нет шаблончика, где вот, как вы здорово себя чувствуете. И вы вынуждены ориентироваться на референсные нормы, они вообще, возможно, совсем не ваши. Поэтому тут все-таки симптоматика, и не надо ориентироваться на анализы. Если вы себя чувствуете хорошо, ну так оживите, блин, дальше. А вот если вы чувствуете себя плохо, вот тогда имейте в виду, что анализы запаздывают, и тогда надо вот, ну, инсулинорезистентность легко корректируется. У нас вот на курсе девчонки они все худеют в талии, в первую очередь. Они говорят, ага, все, все сдуло, все куда-то ушло, объемы, главное, уходят, да. Потому что весы – это вообще не наш инструмент, и я на курсе всем говорю, выкидываем весы и ориентируемся по другим параметрам. Вот. И поэтому все худеют, кто пришел. За здоровьем, не за похудением. Все равно там скидывают лишнее. Вот. И при всем при этом инсулин приходит в норму самый практически первый, если это инсулинорезистентность. То есть не надо конкретно инсулинорезистентность лечить. Надо, ну, привести ее, конечно, в порядок. Это достаточно несложно, но это системно. Это прямо системно, и это все равно надо… То есть представьте, вот два организма совершенно одинаковых. Например, гинекология, да, но у одной женщины щитовидка уже такая поломанная, да, а у второй, например, надпочечники, потому что работа в ночь, потому что стрессы постоянные. И вот одно и то же у них по гинекологии. А подход к лечению будет чуть-чуть разный. Даже не чуть-чуть, а разный. Или, например, вот девочка, например, 53 килограмма при росте 160, а у нее жирение. Почему? Потому что она на весы встает и думает, все нормально, по индексу массы тела все высчитывает. А у нее вообще нет мышечной массы, у нее одно жировое. Она такая дрябленькая, жиденькая такая. А если нет мышечной массы, у нее очень многие биохимические процессы не проходят должным образом. Следовательно, у нее качество соединительной ткани страдает. Следовательно, у нее белка в организме может быть мало. Если белка мало, некому витамины по организму таскать, некому мусор вывозить, потому что транспортная функция у белка. Понимаете, да, что все вот это вот индивидуально, это надо просто знать и под свой организм уже подвести. Нет такой схемы, которая бы там всем-всем-всем подошла и все. У моей дочери анемия постоянная. С этим надо работать. Анемия железом не лечится. Не лечится, девочки хорошие мои, не лечится анемия железом. Ну, тут у меня тоже целый огромный такой труд мой на там 40 или 50 листов по анемии. Это прямо то, что анемия бывает разное. Бывает анемия B12, да, и это уже больше там к микробиому. Ну, вопрос, да. Бывает анемия железодефицитная, бывает анемия хронических состояний, когда категорически нельзя пить железо. Категорически. И вот надо уметь их различать. И это разные референсы в анализах. Разные даже анализы будут. То есть разные, разнокомпонентные. Вот это тоже ну такой не вопрос, а ну просто трех строчек. Так, на коже, шее, живот появились штучки как папилломы. На что обратить внимание? Ну, это скорее всего инсулинорезистентность, как раз вот это наша знаменитая, и печень. Потому что вот у нас на курсе тоже у девчонок папилломки отваливаются прямо. Причем молоднячок вот этот, он уходит достаточно легко. А те, которые такие постарше, они, ну они просто меньше становятся, меньше, ну и постепенно там усыхают. Поэтому это не надо папилломы вырезать у косметолога ни в коем случае. Не надо как-то по-другому с ними бороться. Они, можно их сверху еще там подшаманить, ну чтобы уже наверняка и побыстрее. Но вообще, если вы изнутри не уберете проблему, ну скорее всего вы с ними не справитесь. Просто вот представьте, вы эти отрезали, другие вылезли. Ну потому что причина-то не устранена, а чак-то там пылает внутри. И вот он как раз выращивает. Потому что вот смотрите, мне когда полип вырезали, гинекологи, потом второй раз вырезали, они мне сразу сказали, ну только что, с полипами все возвращаются. Все практически возвращаются. Из ста человек, говорит, пять не возвращается. Представьте, статистика. То есть все, просто вопрос времени. Кто-то через полгода вернется, кто-то через два года вернется. И вот я вернулась второй раз. И вот эти операции, которые там происходят, это же все равно наркоз, это все равно вмешательство, это все равно, ну как бы, а сейчас у меня уже несколько лет их нет. Все. Ну то есть и не будет. Потому что у меня сразу практически раз и все. Буквально там через несколько месяцев. Вот. И все. И они прекратились, потому что очаг убран. А так я бы ходила и ходила к врачам. И бесконечно. Спасибо большое. И вам спасибо. Что скажете про омега-3? Я скажу, что очень нужный, важный компонент питания. Другое дело, что омега-3 нельзя принимать, когда у вас есть острая фаза воспаления. Любая. То есть это об этом говорит, например, либо температура, либо температура локальная, либо температура общего организма. То есть когда хроническое воспаление, такое вяло-текущее, обязательно нужна омега. Потому что омега самое главное делает. Она делает нашу клетку, мембрану, пластичной, проницаемой. Когда омеги не хватает, 3 именно, 6 и 9 преобладают. Они у нас преобладают в питании. Она становится такая заскорузлая. И она не может функционировать достойно. А вот в этой мембранке у нее сигнальные белки. Вот это, например, заходит через нее в клетку, через эту выходит. Вот это, например, нервный импульс передает. Потому что у клетки же нет глаз. Она через нервную систему сообщается с другими. То есть понимаете, да? И вот как раз они становятся такими нечувствительными, малочувствительными. И у вас начинаются всякие поломки. В основном неврологического характера. Ну, это физиологические тоже, конечно. Потому что это все завязано в организме. Вот. Поэтому омега-3 обязательный компонент. Другое дело, что омега-3 надо уметь выбирать. Очень внимание обращайте. Никогда не берите дешевую омегу. Потому что окисленная омега-3, она больше вреда для организма принесет, чем пользы. Омегу очень трудно таблетировать. Очень трудно упаковывать. Потому что любой жир окисляется. Но омега-3 тоже окисляется. Поэтому тут выбирайте только проверенных производителей, только тех, которые уже не смотрят на продажи, у которых есть уже имя, бренд и так далее. Вот. Когда старт вашего курса? 13-го стартует бесплатный марафон, 4-дневный. То есть бесплатный он будет. Вам главное зайти в шапку профиля и зарегистрироваться. В лист предзаписи записаться. Вот. И потом с 13-го по 16-е будет идти бесплатный марафон. И потом на этом бесплатном марафоне будет вся информация. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы вы познакомились со мной, как с автором, познакомились с программой. Там будет много полезностей. Я буду там кое-что рассказывать прямо, да. То есть 3 дня будет пользы. Мы будем с вами говорить про здоровье, про то, как вылазить из всяких патологических проблем и так далее. И на четвертый день как раз будет презентация самого курса. И вы просто поймете, надо вам туда или не надо. Откликается он у вас или не откликается. Уже даже на бесплатном курсе многие проходят его и получают решение какой-то своей проблемы. А то и нескольких. А бывает так, что мы одну причину устраняем и просто несколько симптомов, все, не надо их лечить. Я всегда говорю, что, например, вы на курс идете, мы с вами настраиваем организм, не обращая внимания на симптомы. Ну, жили же вы с ними, блин, да, год, два, три, пятнадцать некоторые лет живут. А потом, ну, еще месяц проживете точно. И потом просто люди говорят, так этого нет, и вот этого нет. Ну, то есть, потому что у нас вот на курсе, например, есть люди, которые с гормонов, причем они приходят к эндокринологу, который вел их там много лет, повышал дозу, этот эндокринолог начинает понижать дозу, потому что антитела понизились. У нас есть люди, которые, например, после врачей, которые сказали им, что единственный вариант родить ребенка это ЭКО, все, ну, готовить деньги. А через три месяца после курса, после прохождения мы не лечили бесплодие, мы вообще к этому не прикасались, мы просто убирали вот эти причины, ну, настраивали организм, грубо говоря. Несколько причин убрались, и все, и девочка забеременела. Ну, то есть, есть такие хорошие, особенно для меня приятно, когда на курс сейчас все чаще и чаще врачи приходят. И вот когда они говорят, что, блин, почему нас в меди этому не учат? Ну, потому что так система работает, потому что системе важно продавать вам эльтероксин годами просто, да? И поэтому на ваше состояние вот это вот, ну, предгипотериоза никто не обратит внимания. А когда уже вам его поставят, ну, блин, все, вы сели и ходите в аптеку. Не знаю, почему так функционирует даже, ну, по разным причинам. Вот, поэтому, ну, и просто это исчезает. И вот когда врачи пишут, что, блин, ушло вот это, ушло вот это, ушло вот это, вот это. Ну, отзывы почитайте, там очень много отзывов есть. И, ну, если вам интересно, просто посмотрите. Я не буду на это сейчас время тратить, хорошо? Я, у меня хорошая новость для вас. Все лечится и все восстанавливается. Только вопрос времени. Что-то мы можем восстановить буквально там за неделю-две, а для чего-то надо время прямо. Может быть год, может быть два. Но вы все это время будете понимать улучшения. Все, правильным путем иду. Потому что, ну, поломки есть разноуровневые. Знакомый сахар после нагрузки падает до двух. Это признак чего? Наденька, ну, это не признак, это признак ничего. Гипогликемия, может быть, это признак, но это же периодичность такая, да? То есть, если, например, сахар падает, у нас начинается вот этот тремор, нам есть, хочется мы за кусок еды убить готовы, да? Все, мы уже не работоспособны, мы ни о чем думать не можем. У нас вот эта дрожь такая внутренняя, нам тоже жарко-то холодно. Это достаточно опасное состояние, потому что, ну, те, кто уже знает про него, они уже, как правило, ну, это не, ну, они раз, два, три, они уже замечают это. Вот. Надо просто поднять сахар резко. Это, ну, буквально там что-то съесть. Любой продукт вообще. Просто даже из куска мяса организм возьмет глюкозу, ну, нужную ему. Ну, просто он долго будет это делать. Гораздо быстрее, если что-то такое, простой углевод какой-то съесть, там, кусочек маленький сахара, все. Это состояние проходит, то есть сахар поднялся в крови, все нормально. Вот. А, но, потому что в этом состоянии, если его, ну, пропустить, можно и в кому залететь, да? И поэтому, скорее всего, человек об этом знает. Если этих проявлений нет, тогда надо смотреть на общую панель, ну, вот этих, на общую инсулиновую панель. Потому что, если этого состояния нет, то одна глюкоза может ни о чем не говорить. А может и говорить, то есть там сопутствующие надо признаки смотреть. А эфир сохраните. Хорошие мои, да я-то сохраню, я всегда сохраняю. Просто другое дело, что недавно вот проводила прямой эфир в другом аккаунте у нас на курсе и инстаграм не сохранил. То есть я там, ну, нажимаю, раз все слетело и все, и все, и нет прямого эфира. Вот. Поэтому поняла. Спасибо за ответ, Марина. Да, вам спасибо. Если что-то непонятно, переспрашивайте, потому что времени мало, хочется очень-очень много сказать. Большие родинки удалять можно? Леночка, ну, можно, конечно, если чисто с косметологической точки зрения, вам они мешают, это неприятно там и так далее. Но сначала все равно, это не у косметолога, решается в любом случае. Это решается у врача, там надо взять все-таки сосков, посмотреть там, не переродившаяся ли она. Ну и в принципе тогда можно. А так вот просто сбухты-барафты, конечно, не надо. Человек сбросил вес, это влияет на давление. Спасибо. Конечно, потому что вы представьте, вот ваша жировая ткань – это отдельный эндокринный орган. И жировая ткань, она копит токсины, которые не может вывести организм. А если у вас начался процесс набора веса, то у вас однозначно уже есть какие-то поломки. И вот представьте, этот вес, он же, это же не дым, блин, он же не через ноздри у вас вышел и все. Он начинает метаболизироваться, и причем он метаболизируется всеми органами и системами, всеми абсолютно. И понятно, что это будет влиять на давление, потому что все, организм не справляется, и он начинает как-то это все, там не может затушить пожар, залью все водой, да, не может вывести, подниму давление, опущу давление. То есть не надо конкретно на давление обращать внимание, просто худеть надо тоже умно. Потому что я вот, например, худела в свое время, у меня рост метр пятьдесят восемь сейчас, был метр пятьдесят девять, и я весила как-то восемьдесят три килограмма. Ну можете себе представить, да, я такой хомячок была, и понятно, что когда там я увидела себя со стороны на видео, ужаснулась вообще, начала худеть, тридцать килограмм я сбросила. Но кожа, ну то есть тогда еще мне организм и это простил, да, это было до тридцати. А потом это аукнулось, и я теперь понимаю, что вся моя вот эта слетевшая гинекология, эндокринная система, это как раз результат, что один раз я там на 30 килограммов худела, один раз на 17, поэтому худеть надо просто правильно и умно. Я худела, например, на дробном питании, на углеводах. Боже мой, что я только не делала со своим организмом. Вот, поэтому мы худеем на курсе правильно, у нас кожа не висит даже у возрастных девочек. Вот, поэтому здравствуйте, как найти марафон? В шапке профиля у меня ссылка на лист предзаписи, и если вы запишетесь, мы вам сообщим, ну, скинем напоминание. Спасибо большое, благодарю, спасибо. Марина, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, во время курса упругость кожи повышается? Да, вот я как раз об этом говорила, потому что у меня вот, когда я заболела, я сразу резко как-то, у меня появились вот эти брыли, ну, вот, которых, вы видите, сейчас нет, подбородок, ну, подтянулся. То есть я заметила прямо, что у меня носогубная складка образовалась, ну, то есть лицо поплыло, потому что это соединительная ткань. Соединительная ткань, она у нас по всему организму, это, кстати, суставы, это ваш позвоночник, это все ваши артритные вот эти истории и так далее. Они очень сильно завязаны на желчный. Почему? Потому что желчный нам дам для того, чтобы эмульгировать жирорастворимые витамины. И кишечник мог их усвоить после того, как желчный эмульгирует. Желчный не работает, ну, следовательно, чего еще желать, да, и вот тут вот сухая кожа, вот эта плотность ткани. А когда мы на курсе, мы не худеем специально, но худеют абсолютно все. А, то есть даже не худеют, а стройнеют, как бы, объемы уходят, мышечная масса, ну, то есть мы для этого, собственно, все простраиваем так, чтобы поэтапно. И вот тогда не срывает у нас гормональный фон, даже в период климакса. Улучшение, наоборот, чувствует, потому что я знаю, что такое климакс, меня вводили в медикаментозный вот этот климакс, это ужас, а не состояние. Жить не хочется, не то, что там работать, не то, что там наслаждаться жизнью, это жесть вообще просто, да. А потом, когда я с гормонов слезла, ушла от врача, решила, что, блин, разберу себе эту молекулу, попробую собрать назад, потому что, ну, они-то предлагали операцию как единственное решение проблемы, все, отрезать нафиг, да и нет проблем, да. Что там кровотечение лечить? Да, отрежем все, что, опухоль там твоя, нафиг ее, бороться с ней. Вот, и, ну, перед этим вот была вот эта вот антибиотиковая, гормональная терапия, на которой я почувствовала, что это такое. Это очень неприятно. И вот тогда как раз я вся стекла. Вот, а когда мы вот это все настраиваем, у нас из чего гормоны строятся? Из холестерина. А холестерин это что? Это жиры в нашем рационе. А если они не усваиваются, а почему? Потому что желчные не работают. Понимаете, да, замкнутый круг вот такой вот. И тут нельзя просто, ой, да я буду жиров больше есть. Они не усвоятся у вас. И что тогда? Вот, и тогда мы получаем вот эти жирные коленочки такие, когда жировой слетел у нас обмен. Так, Мариночка какая-то красивая. Юлечка, да спасибо тебе, родная моя. Сейчас много рекламируют щелочную воду. Хотелось бы услышать ваше мнение. Ну, я уже, в принципе, говорила, что у нас, они рекламируют, конечно, ну, потому что продажи же нужны, да. Есть смысл определенный, но по показаниям. Потому что у нас везде в организме разная щелочная среда. Ну, вот возьмите просто, купите в аптеке или там, не знаю, на гербе лакмусовые полосочки. И попробуйте у себя во рту померить, например. Когда вы вспотеете, померьте. Померьте у себя во влагалище и померьте, например, там, ну, слезы свои. И вы увидите, кислотность везде разная. И такая кислотность, какая у нас, например, в желудке, которая там бритву растворит, да. Если, например, такая кислотность в кишечник попадет, ну, хана нашему кишечнику. Поэтому кислотность везде разная. И баланс мы восполняем вот этой кислотности. Это как раз отсутствие дефицитов минералов. Вот они корректируют этот баланс. А не щелочная вода ни в коем случае. Плюс щелочная вода, что она делает? Она у вас, кислотность желудка, желудочную кислотность, она опустит. А если она опустит кислотность желудка, это значит, что у вас белки не будут расщепляться, у вас не будет ни транспортной функции, ни какой белки. Это наша соединительная ткань. Это коллаген, в конце концов, да. То есть будет догнивать в кишечнике много там всяких разных параметров. Что хорошего-то в этой щелочной воде. Поэтому по показаниям, да, оно не всем подряд. Абсолютно не всем подряд. По показаниям и очень короткими курсами. Ну, то есть, потому что, вот, например, минеральная вода, она же тоже получается щелочная, но она минералами наполнена. То есть минералы – это то, что профилактирует закисление организма. А витамины – это то, что профилактирует, ну, как бы, заполнение организма тяжелыми металлами, которых сейчас вокруг нас просто немерено. Потому что тяжелые металлы, они садятся на те же рецепторы и занимают их. И витамины все. А витамины их хилатируют. Хилатируют – это что значит? Хилат – это как клешня. Он захватывает тяжелый металл и понес. А если у вас нет таких витаминов? И при всем при том, что если, например, этот витамин нужен сердцу, да нафиг пусть этот тяжелый металл, ты поедешь в сердце, да? Так мозг решил. Поэтому у вас должно быть постоянно, ну, баланс. Дефицитов нельзя допускать. Ни в коем случае. Так. Ой, как много вопросов. А у нас время заканчивается. Марина купила льняное масло холодного отжима, нерафинированное в стекле. Как пить? Наташенька, вот ты на курс идешь в нутрициологии, и я там очень расскажу, потому что это очень огромная тема. Как пить? Ну, не надо его пить. Просто отдельно его пить не надо. Его надо добавлять. Но льняное масло, это не самое хорошее масло. Ну, оно хорошее, но оно в равных долях. То есть должно быть остальное масло. Потому что тут соотношение омеги-3, омеги-6, тут проблемы с желчным. Ну, тут как бы на очень много параметров завязано, которые, ну, просто когда человек знает, он понимает, вот это надо, вот это не надо. Вот. Ну, а в принципе, что? Вот то, что ты масло купила в темном стекле, в маленькой бутылочке, вот это правильно. Никогда не покупайте в светлом, вот этом, в светлых пластиковых, вот это масло, особенно нерафинированное. Потому что оно абсолютно, мало того, что бесполезный, вредный продукт. Покупаете только в темном стекле. И когда открыли, за две недели вы должны его употребить в пищу. Потому что очень быстро они окисляются. Особенно льняное. А в льняном еще фитоэстрогены такие, которые не всем женщинам показано. Такое именно льняное масло. Запись я сделаю, если Инстаграм сохранит. А если наоборот недовес, но проблемы с желчным еще больше не похудею, вы похудеете по-любому. То есть, если, когда недовес у нас у девочек, они приходят и все равно пару килограммов сбрасывают. Другое дело, что когда у вас недовес, посмотрите на функцию желчного пузыря, печени и на общий белок в организме. Потому что, скорее всего, у вас там есть, ну, такие подполомки. И вот когда вы только это восстановите, вы начнете набирать. Плюс системы детоксикации уже подзбиты. Опоздала на начало, хочется запись. Я сделаю запись. Лишь бы Инстаграм сохранила. Вы в прошлый раз заикнулись про итальянцев. Расскажите, пожалуйста. А, да. Смотрите, сейчас, например, в Германии стоматология отказала. Мы с вами с микробиома начали и как-то так плавно перешли на другое. В Германии прецедент первый в мире стоматологи отказались от антибиотиков. Вот чтобы стоматология отказалась от антибиотиков, это просто расскажите кому-то из наших врачей. Они скажут, что стоматология без антибиотиков невозможна. Возможно. Потому что есть натуральные антибиотики. Мы на курсе тоже много про это рассказываем. Я даю вам прямо схемы натуральных антибиотиков, на что они действуют. Там грамм положительные, грамм отрицательные, аэробное, ну, то есть на на что конкретно, вот, а итальянцы, например, они провели такой эксперимент, они сделали в больнице, в инфекционке, они вместо вот этого состава, который антибиотики тоже, ну, там, обрабатывают у них все, они взяли пробиотические культуры и начали ими обрабатывать, и вот эти мультирезистентные бактерии, которые живут как раз вот в таких вот местах, клиники инфекционные там и так далее, в ковидариях, они показали уменьшение на почти 70%, можете себе представить, что может делать наш микробиом в отличие от антибиотиков, то есть они антибиотиками обрабатывали это все, у них рост все равно мультирезистентных организмов был, они начали обрабатывать вот этими вот ну, культурами созвучные нашему кишечнику на 70%, мультирезистентные, то есть все, резистентности нет, и вот это прямо показатель, но просто весь мир перестроится на это очень небыстро, конечно, вот. Я отношусь к маслу семян черного тмина очень хорошо, но опять же по показаниям, почему? Потому что если вы начнете травить у себя в организме паразитов, а системы детоксикации у вас не справляются, вы можете такие осложнения получить, поэтому сначала надо подготовиться к тому, чтобы у вас печень, обе фазы детоксикации проходила, обычно первая проходит, все токсины у нас, они жирорастворимые, и печень делает из них водорастворимые, чтобы они могли там с мочой, с потом, с калом вывестись. Так вот, первая фаза у нас еще более-менее хорошо работает, а вторая уже просто в напряге, она начинает эти токсины рассовывать в суставы, и вот они ваши артриты, артрозы, ревматиты, там и так далее, хрусты в суставах, боли, то есть она начинает в жировую ткань, и вот они ваши гинекологии, эндокринологии, гормональные сбои и так далее, понимаете, да? И поэтому сначала надо подготовиться, можно, конечно, там потравить, но вы уверены, что все это ваш организм сможет вывести, потому что, ну, последствия иногда такие себе. А так отличный продукт, масло черного тмина, кстати, тоже приравнивается к антибиотическим продуктам. А кунжутное масло можно брать без добавок? Можно, да. Есть еще кокосовое. Кокосовое отличное масло, вот самое, пожалуй, лучшее это кокосовое. Почему? Потому что там содержатся кислоты, которые только есть в материнском молоке, в кокосовом масле. И когда они смешиваются с нашей микробиотой в кишечнике, получается монолаурин. Это каприловая и кеприновая какая-то кислоты. Вот, получается монолаурин, и он очень благотворно действует на нашу дружественную микробиоту, вообще не трогает ее, но очень на большое количество патогенов влияет плохо. Если вы при этом, например, кормите их сахаром, конечно, ничего не будет, да? Но если вы исключили сахар, они голодают у вас, да, вы не даете им там, чему они привыкли, они будут просить, они будут вас прямо вот до трясучки тянуть к сладкому. И поэтому вот этот момент надо просто переждать. Мы тоже на курсе это много разбираем, как вот с этим моментом как раз справится тяга к сладкому, чтобы она не победила вас в конце концов, да? И поэтому очень много по этому поводу тоже материалов. Уже больше часа я хотела 40 минут. Все, вопросов больше нет. Вам спасибо большое тоже, потому что, ну, на самом деле, я эти эфиры провожу для вас, потому что те, кто не пойдет на курс, ну, хотя бы из этих эфиров что-то, что-то вы можете взять. И еще, пожалуйста, ребята, маякните, пожалуйста, кто вот прямо первый-первый раз и вообще не знает меня, знать не знал, слышать не слышал, недавно подписался, маякните, пожалуйста, ну, там, огонечек поставьте или что-то, что-то поставьте. Вот. Ну, чтобы я понимала, сколько у нас новых вообще на эфире есть. Или если вы будете смотреть его в записи, тоже поставьте, пожалуйста, в комментариях там, или, ну, там, я свеженькая, я новенькая, я недавно, или когда вы подписались, почему вы подписались, то есть нет тяги к сладкому, есть только к колбасе. Юля, ну, это хорошо, но дело все в том, что в колбасу у нас тоже сейчас нормально так сахара добавляют. И у нас, когда вот девчонки смотрят состав, они говорят, ааа, кругом сахар, я-то думала, я сахар не ем. Вот. А вашим бактериям все равно, он из колбасы их возьмет. Нужный ему сахар. Я. Здорово. Спасибо большое. Я первый раз. Марина, благодарю. Благодарю. Всегда очень интересно, полезно. Марина, как выбирать более-менее колбасу? Никак. Колбасу вообще есть не надо. Благодарю за полезную информацию. С большим удовольствием я вас слушала. Я первый раз. И вам спасибо тоже большое. Я тоже вас приветствую всех с большим удовольствием. Я во второй раз. А, тоже новенькие. Так вот, теперь редко. Молодец, Юлечка. Молодец, что редко. Хочу на ваш курс. Приходите. Приходите обязательно. Я вас всех жду. Спасибо, очень интересно. Ну что. Да, я тоже очень рада с вами всегда общаться. У нас по четвергам прямые эфиры. Мы не последний раз. Вот. Сейчас будет какая-то там информация в сториз. Что-то напишу в постах. Но если буду успевать, потому что у нас сейчас курс заканчивается. Еще сам себе волшебник. И это тоже много энергии и времени отнимает. Но тем не менее, я сейчас вот этот курс нутрициологии для себя дополню очень прикольными, крутыми вещами. С самыми последними там, ну такими вот новиночками. Потому что мне очень хочется, чтобы так же, как я, уйти от операции, от гормонов, от вот этих бесконечных антибиотиков, от жуткого, непонятного вообще состояния без единой таблетки. Это возможно, ребята. Это возможно. И вместе мы однозначно справимся. От вас надо желание, а я помогу там уже разобраться со всем остальным. Вот. Цена курса будет озвучена на бесплатном марафоне. Поэтому приходите. Там будет несколько тарифов. И будет, в принципе, интересно. А мед, как действует на микробиоту? Плохо. Плохо. Много нового узнала. Очень хорошо. Так, все. Можно до сентября на гречки и белки дотянуть. Зачем? Ни в коем случае. Вообще нельзя себя ограничивать в питании. Любая наша пища, по определению, она токсична. Наш микробиом делает ее более или менее уподобаваримой и берет оттуда все нужное. Вопрос, есть ли там это нужное. Чем вы питаетесь. Поэтому ни в коем случае нельзя себя ограничивать в питании. Есть надо все. У нас сейчас девчонки, которые на курсе, которые проходили курс, они говорят, я никогда в жизни так сытно и хорошо не ела, и худею при этом. То есть ни в коем случае не ограничивайте. То, что вам же ваш гормональный фон еще нужен. Вам нужна ваша подтянутая кожа, ваша стройная талия, ваши блестящие шелковистые волосы, целые ногти. Все же это надо. Поэтому, Лариса, запишитесь, пожалуйста, в шапке профиля, в лист предзаписи. И вам напомнят о начале курса. Потому что не всегда они все смотрят в сторис. И поэтому те, кто в листе предзаписи, у вас преимущество. Будет однозначно. Можно вылечить синдром раздраженного кишечника. Конечно, мы этим занимаемся и очень даже успешно. Все, я с вами прощаюсь, потому что я понимаю, что мы никогда так не разойдемся. До новых встреч.